Всем привет! Как насчет того, чтобы сегодня оказаться в ситуации, где мы говорим о том, что у нас получилось или не получилось, а также поговорим о возможностях, которыми мы воспользовались или не воспользовались. Что скажете? Меня зовут Вероника и это Puzzle English. Начнем с того, что не получилось и перейдем к тому, что получилось, а закончим возможностями и как мы ими в жизни распоряжаемся. Для начала выражение, когда вы говорите о том, что у вас не получилось. Первое выражение, которое сейчас очень часто употребимое, это miss out on something. Пропустить, упустить шанс что-то сделать. Как мы используем это в утверждениях? Я боюсь, что ты упускаешь шанс получить этот проект. Она пришла поздно на вечеринку и пропустила все веселье. Как используем в вопросах? Ты разве не теряешь этот шанс, сидя здесь и ничего не делая? Как используем в отрицаниях? Он никогда ничего не упускает. Упустить что-то. Второе выражение, оно довольно сильное. Полностью разрушится. Разрушится в пух и прах. Как мы используем это в утверждениях? Все шло так хорошо, и вдруг ни с того ни с сего разлетелось в пух и прах. Я все еще не понимаю, как это произошло. Как используем в вопросах? Это одна из тех ситуаций, когда либо все срабатывает, или все рушится в пух и прах? Как используем в отрицательных предложениях? Я был уверен, что все сломается, но нет. Потренируетесь? Если каждый напишет по паре примеров в комментариях, а у нас обычно очень активные зрители, то можно и самому потренироваться, и другие предложения почитать. Это хорошая практика. А мы пока движемся дальше. Следующая секция выражений, которую мы используем, когда все супер, когда что-то получилось, когда успех, и все хорошо. Их будет три. Первое. Pull something off. Это провернуть что-то, сделать что-то успешно, когда что-то получилось. Как используем в утверждениях? We pulled it off. I never thought we'd do it. У нас получилось, я даже не думала, что получится. А как используем в вопросительных предложениях? How did you pull it off? It was literally impossible. Как ты это сделал? Это было буквально невозможно. Как используем в отрицательных предложениях? I couldn't pull it off. So we have to figure out another way to do that. У меня не получилось. И теперь мы должны придумать другой способ, как это сделать. We pulled it off! Двигаемся дальше. И второе выражение. Супер легкое. Это эквивалент нашего выражения, считай это у меня в кармане. То есть мы его используем, когда говорим о будущих моментах, в которых мы очень уверены, почти на 100%. Звучит оно так. Не переживай за эту сделку, считай, что она у меня в кармане. Ты закончил это эссе? Сдавать в понедельник. Почти, не переживай, все схвачено. И третье выражение, которое мы используем, когда говорим об успехе. Самое распространенное в разговорном варианте. Вы почти наверняка слышали его или в сериалах, или в фильмах. И звучит оно так. Сделал, получилось, справился. Прекрасно справиться с чем-либо. Давайте посмотрим на разные ситуации. Как прошло твое интервью? Супер, я отлично справился. Тебе понравилась моя презентация? Конечно, ты всех порвала. И теперь переходим к возможностям. Воспользоваться или упустить, создать или потратить, все варианты сейчас обсудим. Это была отличная возможность, но я ее упустил. Я никогда не упускаю возможности. Я думаю обо всех возможностях, которые я упустил. Хватит растрачивать возможности, которые дает тебе жизнь. Встань и сделай что-нибудь. Как ты мог не воспользоваться такой возможностью? Такой шанс бывает раз в жизни. А теперь о хорошем. Пользуемся возможностями, создаем их и видим их. Начнем с более простого. See the opportunity. Видеть возможность. Create the opportunity. Создавать возможности. Мы часто не видим всех возможностей, которые дарит нам жизнь. Почему бы нам самим не создать возможности для себя? И самое интересное выражение с возможностями это Воспользоваться возможностью, пользоваться, овладеть возможностью. Я воспользовался возможностью и мне повезло. Он использует любую возможность, которая ему попадается. Это круто. Наша компания сейчас пытается пользоваться любой маркетинговой возможностью, чтобы увеличить выручку. Как вам сегодняшний урок? Больше классных выражений и разных ситуаций на Puzzle English. Присоединяйся по ссылке и учи английский с удовольствием с Puzzle English.